При формировании бюджета на ближайшие три года правительство будет учитывать все факторы современной экономики. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании по финансовому планированию. Глава правительства подчеркнул, рассматриваются разные сценарии. При этом даже если цена на нефть не будет превышать 40 долларов за баррель, в стране возможен экономический рост. И он может начаться уже в следующем году. Нам необходимо учесть все те сложности, которые происходят на сырьевых рынках и у наших ключевых торговых партнеров. Они, конечно, не добавляют нам определенности по ряду важных показателей. Как известно, продолжается действие и антироссийских санкций, и финансовых ограничений. Хотя в определенной степени их влияние удалось ослабить благодаря нашим антикризисным мерам. Поэтому работать с прогнозами нужно весьма деликатно. Ведь за цифрами стоят не только важные макроэкономические показатели, такие как инфляция или валовый внутренний продукт, его рост, но и конкретная жизнь огромного количества людей. Ситуацию в экономике Дмитрий Медведев также обсудил с главой совета фонда, Центр стратегических разработок Алексеем Кудрином. Специалисты этой организации готовят долгосрочную программу развития России. Сергей Леонидович, мы договаривались в рамках той работы, которой вы занимаетесь в Центре стратегических разработок по подготовке программных документов, что вы совместите вот эту экспертную работу с работой по линии профильных министерств и ведомств из правительства. Удалось это организовать? Да, Дмитрий Анатольевич, по поручению президента Центр стратегических разработок работает над стратегией развития России. С 2018 по 2024 год. И созданы рабочие группы, в которые вошли ведущие эксперты страны. Они вошли по тем направлениям, которые были согласованы с президентом и с вами. И мы считаем одним из залогов успеха – это серьезная работа с министерствами и ведомствами. По всем направлениям идет совместная работа. Созданы рабочие группы со всеми министерствами и ведомствами. С рядом министерств работаем по вопросам технологического развития и выведения России на передовые рубежи технологического уровня. С тем, чтобы существенно нарастить несырьевой экспорт из страны, который будет в перспективе сопоставим с объемом сырьевого экспорта. До конца года, я думаю, будут согласованы основные цели, стратегии. И, соответственно, они будут обеспечены впоследствии всеми мероприятиями и ресурсами. Мы с вами договаривались регулярно встречаться и обсуждать текущую ситуацию. Потом, естественно, проводить встречи с участием президента. Вот давайте тогда в таком ключе и построим дальнейшую работу. Конечно.